День с толком Возродить объект культурного наследия Вместе с ним и целый район Сколько еще продержится памятник архитектуры Дом Лесневского И почему он мешает соседям Шукшинская неделя на Алтае Открыла выставка фотографий На снимках не только Василий Макарович Начнем выпуск серии громких происшествий К сожалению и эти выходные не обошлись Без ЧП со смертельными исходами Несколько человек, в том числе ребенок Погибли в дорожной аварии И двое утонули Среди последних тоже есть несовершеннолетний Вечер воскресенья Трасса Алтай-Кузбасс Женщина, управляя автомобилем Ниссан Пина Выехала на встречную полосу От лобового столкновения с грузовиком Она и два ее пассажира 19-летняя девушка и трехлетний мальчик Скончались на месте А теперь о ЧП на воде В барнаунском поселке Затон Утонул 47-летний мужчина Как сообщают в администрации города Он пытался переплыть протоку Еще одна трагедия произошла в Шилоболихинском районе А в Красногорском в реке утонула 16-летняя девушка По трагической иронии Все это произошло после рейда спасателей на воде Специалисты проверили так называемые Дикие места отдыха По их словам, в этом году Желающих полежать под солнцем И искупаться в несанкционированных местах Больше, чем в прошлой сезоне Люди заходят далеко, не думая о последствиях Так, несколько дней назад, спасая ребенка Погиб сотрудник нацгвардии Намывают очень много песка, коса И она немного покрыта водой Они гуляют по косе То есть дети гуляют, взрослые Все хотят уединиться где-нибудь отдельно Не на пляже покупаться, а там, где меньше народу Но идут по косе, соответственно И под водой не видно, где С одной стороны обрыв, то есть достаточно большая глубина А с другой стороны мелко И дорожники, и сотрудники МЧС В очередной раз призывают быть бдительными В местах повышенной опасности На дорогах, в воде и на аттракционах Смертельная статистика по происшествиям В этом теплом сезоне близка к тому, чтобы побить рекорды прошлых лет Анастасия Дороган, День с толком Бийский автовокзал превратился в речной порт Накануне в городе прошел сильный ливень Который буквально затопил Привокзальную площадь и соседние улицы Слово совсем недавно Стало известно о том, что в Наукограде Планируют обновить систему Ливневой канализации От коммунального моста до района Зеленый Клин Об этом сообщили в администрации Бийска Предполагается, что это будет Не просто водостока, а система локальных очистных сооружений Правда, сроки строительства пока неизвестны Как и источники финансирования Попытка войти в различные краевые федеральные программы Идет уже несколько лет И еще об одном происшествии В Камне-Наби Несколько машин чуть не сбило к грузовым поездам Водители и пассажиры едва не лишились жизни На этих кадрах видно Водители игнорируют запрещающий сигнал светофора И выезжают на пути, несмотря на то, что поезд уже совсем близко Проскочить удалось не всем Три машины оказались в ловушке Между заградительными барьерами К счастью, дежурный по переезду Оповестил машинистов, опустил барьеры И поднял шлагбаум, чтобы водители смогли проехать Столкновение удалось избежать Зато теперь не уйти от наказания Если водитель выехал на пути на красный сигнал светофора Ему грозит штраф в 5000 рублей За повторное нарушение решений прав до одного года Льготные категории жителей края В том числе и из отдаленных уголков Могут получить юридическую помощь Без риска нарваться на псевдо-юристов Которых сегодня великое множество Куда можно обратиться и кому положена помощь бесплатно Знает Анара Шагирова Грамотно составить ходатайство или жалобу Наметить план действий в судебных тяжбах Для рядового гражданина без специального образования Задачи не из легких Этим активно пользуются мошенники Лжеюристы настойчиво предлагают людям свои услуги И изначально обещают бесплатно и быстро решить проблемы На деле навязывают платные услуги И результата не обещают Причем схему, чтобы человек попался на удочку Используются самые разные Прием ведет обычный рядовой специалист-юрист Который внимательно выслушивает гражданина Изучает его документы И задает определенные вопросы гражданину После этого он приходит к выводу Что да, у вас очень сложная ситуация И здесь необходима помощь уже более такого Квалифицированного специалиста И приглашают этого якобы квалифицированного специалиста Который также слушает гражданина Задает вопросы И гражданину также приходит к выводу Что у вас ситуация очень сложная Но при этом у нас уже есть положительные решения В этой области И если вы согласитесь То тогда мы можем вам помочь На фоне участившихся обманов Министерство социальной защиты региона Напоминает Реальную юридическую помощь Сегодня безвозмездно готово оказать государство Для этого можно обратиться В один из 68 филиалов МФЦ «Края» лично Либо проконсультироваться по видеосвязи и телефону Во-первых, можно получить письменную Либо устную консультацию Любым доступным для вас способом Потом может быть подготовлен Правовой документ Допустим, исковое заявление в суд Если вы пойдете Также, по вашему желанию Возможно, представительство в суде Оно тоже бесплатно Ежегодно с такими просьбами Обращаются порядка 500 человек Причем спектр вопросов достаточно разнообразный Вопрос по алиментам Я знаю теперь порядок действия То есть, как обращаться Сформировался определенный план Рассказали разные варианты Как можно взыскать алименты Однако, стоит пояснить Что рассчитывать на бесплатную юридическую помощь Стоит лишь определенным категориям граждан В этот перечень входят малоимущие граждане Инвалиды первой и второй группы Ветераны Великой Отечественной войны Дети-инвалиды, сироты, многодетные семьи и другие Для остальных юристы – дело платное И тут важно не нарваться на псевдокомпании Где могут опустошить карман Так и не оказав помощи человеку Который и без того находится в трудной жизненной ситуации Эксперты советуют Проверьте фирму на наличие лицензии Изучите отзывы о ней в соцсетях И прежде чем подписывать договор Внимательно прочтите все его пункты Самая каверзная кроется под мелким шрифтом Анара Шагирова, Андрей Печоркин День с толком В минувшие выходные В краевой столице прошел Второй пленэр для художников И всех, кто любит рисовать Это специальный проект, с помощью которого Творческие люди пытаются привлечь Внимание властей к знаковым местам И зданием Барнаула К примеру, главным сооружением этого пленэра Стал дом Лесневского Объект культурного наследия Построенный в начале 20 века В каком состоянии находится старинная усадьба Расскажем далее Черно-белый карандаш Яркий маркер Дом Лесневского у каждого свой Это второй городской пленэр Для всех, кто видит красоту истории Это здание 1907 года постройки Дом Лесневского Почему-то совсем-совсем забыл Если видите, он прям даже зарос И чудами, разными мы пытаемся привлечь внимание Смотрите, какой красивый выглядел раньше Его проектировал хозяин дома Инженер и городской голова Александр Лесневский Стоял здание на берегу заводского пруда И выделялось редким сочетанием Российской и Прибалтийской архитектуры Спустя век, потеряв цветную нестатность Старинная усадьба все еще привлекает внимание Приходят очень большие группы туристов Иностранцы были, немцы были Человек 25 по 30 группы И приводят, показывают вот этот вот развалившийся дом Мне так стыдно, я даже к окошку боюсь подходить В 2014 объект признали аварийным Тогда власти оценили реставрацию в 50 с лишним миллионов рублей Сейчас объем работ вырос С тех пор, как сооружение передали на баланс города Оно рассыпается на глазах Ремонт дома все эти годы был заботой самих жильцов Они это почтенное строение как могли, так и поддерживали Запенивали трещины, латали крышу Я вот крышу латал, латал, но пока это молодой был Потом просто уже надоело Последний раз только крышу подлатал Это сельхозинститут Она течет? Или покрадежно? Течет Крыша одна из болевых точек здания Но особняк начала 20 века трещит по швам везде И тем не менее в нем продолжают жить несколько семей Собственники и по договору муниципального найма Реставрация зданий, если и может случиться, то после расселения людей Мы встретили Оксану Глотову как раз по дороге в суд Она требует соразмерную рынку компенсацию В 2020 году нам предлагали за 37 квадратов, 37,1 у нас Нам предлагали 2 миллиона 90 тысяч Мы посмотрим, какой они там перерасчет сделают Ну, пока у нас все в зависшем состоянии, мы четвертый год судимся Сложно живется не только жильцам этого культурного объекта Во время съемки к нам подошла жительница вот тех домов Она и другие проживающие там люди тоже хотят покинуть это место Но из-за такого соседа все оказались в капкане Людмила Штрак показывает свое жилище Такое же ветхое, но здесь еще и сыро Каждое лето к ней и ее соседям приходят инвесторы Готовые выкупить участок и расселить людей Там непомерные деньги, но собираем документы Нам уже говорят, сколько соток обмерят Сколько каждому положено, что вы хотите на эти деньги Но тут же приезжают, через месяц говорят Нам не дают разрешения Нам дают разрешение трехэтажные дома строить Надо от исторического дома 300 или 400 метров Тогда вести застройку Видите ли, этот исторический дом рухнет Да он и так рухнет уже Однако обновленный, укрепленный дом Лесневского Где уже планируют разместить музей, ресторан или офис Привлечет внимание инвесторов еще больше Уверены люди И желающие нас соседние дома Лесневского участок Наверняка бы нашлись Все упирается в реставрацию Мы ждем от городского комитета ответов на вопросы О сроках расселения и восстановления памятника архитектуры Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком Покрыть высоту верхом на лошади В Барнауле прошел турнир по конкуру Пожалуй, наиболее зрелищному виду конного спорта Около 50 спортсменов из Алтайского края и Кемеровской области Соревновались в скорости реакции и мастерстве грациозных прыжков О нюансах конного спорта в репортаже Валентина Аскеровой Скорость, четкость и мастерство прыжка На боевой арене всадники преодолевают барьер в 110 сантиметров Выступление длится всего пару минут Для зрителей одно мгновение Конкург классический вид конного спорта Раз в месяц на каниферме Аграрного университета Проходит выступление всадников Участники, представители различных сибирских городов Прыгают через барьеры И не дай бог лошадь испугается И в паре сантиметров от трамплина откажется от прыжка Это автоматический проигрыш, но Арине и ее напарнику допуску Улыбнулась удача, высота в 110 сантиметров взята Арине 17 лет Шесть из них девушка провела в седле За спортивную карьеру были непредсказуемые ситуации и падения Главное не сдаваться, говорит юная всадница Множество падений Слава богу, без травм, но все равно болезненные И это не оттолкнуло от спорта? Нет, конечно Только проявилось большее желание тренироваться дальше, чтобы больше никогда не падать А есть ли какие-то приметы перед соревнованиями? Что не делаете? Приметы? Ну, вообще особых примет нету перед соревнованиями После, если после падения, то тортик надо приносить Или будешь падать дальше Турнир по конкуру на базе Канифермы проходил два дня За это время выступили десятки спортсменов Причем как профессионалы, так и простые любители О тонкостях конкура нам рассказал главный судья соревнований Реакция, опыт опять же Взаимодействие с лошадью здесь пара Они работают вместе, надо, чтобы настроение и способности как-то совпадали И у лошади, и у всадника эти пары строятся целыми годами Победители в разных дистанциях подтвердили свои квалификации И абсолютно все лошади, вне зависимости от занятого места, получили вкусняшки от спонсоров Уже этой осенью пары примут участие в первенстве Сибирского федерального округа по троеборью Который пройдет в Абакане Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком Юная радистка из Барнаула отправится на чемпионат мира в Сербию Накануне десятиклассница Варвара Гладилова вернулась из Санкт-Петербурга Где уже заняла первое место на первенстве России по радиоспорту В своем юном возрасте Варвара уже кандидат в мастера спорта Скоростной радиотелеграфией занимается 6 лет Вместе с Варварой в первенстве России по радиоспорту участвовал и пятиклассник Дмитрий Перебоев Барнаулец также вернулся с наградой Парень занял второе место в своей возрастной категории В соревнованиях объединились 70 детей из 17 регионов Что касается Варвары, теперь перед радисткой стоят новые цели В сентябре она отправится на чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии в Сербию Я участвовала два раза на чемпионате мира Первый раз заняла третье место, во втором второе и два третьих Теперь надо поехать первое занятие Я не уверена, что смогу белорусов обыкнуть, но я, конечно, буду очень стараться Хотелось бы, чтобы Варвара поехала туда, чтобы соревнования состоялись Чтобы участие нашей команды там также было сегодня В очень серьезной нашей обстановке Выезд за границу наших спортсменов – это уже серьезное достижение Шукшинская неделя на Алтае Уже скоро в музее Гмелика откроют уникальную выставку фотографий Посвящена она не только нашему земляку, но и его другу, автору фоторабот Юрию Григорьеву В этом году ему исполнилось 90 лет Хороший повод, чтобы вновь посмотреть старые альбомы Советская пленка, полсотни фотографий на стене Некоторые из них – это кадры съемок первого фильма Василия Макарыча Шукшина живет такой парень Действительно охота вот так приехать, затопить баню, попариться как следует Шибко надоело по этим квартирам Тогда, в 1963-м, Шукшин отправился в Сибирь вместе с университетским другом Юрием Григорьевым Он-то и захватил фотопленку Приехав с Ростки, первым делом отправились на пикет Шукшин сказал слова, которые потом Григорьевы очень часто повторяли Невеликая гора пикет, но с нее всю Россию видно И вот они впервые тогда побывали на ней И как знать, что через 10 лет Василия Макарычу идет из жизни А через 12 лет пройдут первые шукшинские чтения К этому Григорьев и его супруга тоже приложили руку Она, кстати, кинорежиссер Потому выставку в Гмелика и прозвали «Дружба длиною в жизнь» Есть еще начало выписи со мной Юрия Валентиновича Он пробовал написать, что это сибирский дневников Но у него там, видимо, не задалось Встречу сына с матерью этот кадр барнаульцы увидят первыми Хранители выставки уже знают, какой она была Об истории снимка они расскажут посетителям выставки Которая в Гмелика будет открыта до конца августа Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин День с толком Студия для блогеров появится в Барнауле уже в ближайшее время На днях ее презентовала команда крупного продюсерского центра Inside People Встреча объединила несколько десятков блогеров краевой столицы О перспективах сотрудничества с креативным агентством Узнавала наша съемочная группа В зале талантливые блогеры Барнаула Их внимание приковано к резидентам московской блогерской студии Inside People Продюсерский центр создает креативное комьюнити инфлюенсеров по всей стране А также помогает им создавать контент для соцсетей, наращивать аудиторию и зарабатывать на своем творчестве Региональные представительства центра работают уже в 55 городах России В ближайшее время региональная студия заработает и в Барнауле Мы хотим, чтобы студия Inside People становилась вторым, третьим, пятым, десятым домом для блогера Не рабочее место, потому что мы их не принимаем на работу Но при этом у них есть место, куда они всегда могут прийти, отснять нужный контент, получить образование И реализовать все свои, как им иногда кажется, безумные задумки, например, по съемкам каких-нибудь шоу С момента основания весной 2021 года проект объединил свыше тысячи резидентов Среди которых такие успешные артисты, как Давана Турицой, Анна Хелькевич Контракт с Inside People дает блогеру полное юридическое, бухгалтерское и рекламное сопровождение Но прежде всего центр создан для того, чтобы обеспечить талантливых ребят всем необходимым для создания качественного контента Они получают свет, лампы, петлички, то есть все ресурсы, комьюнити То есть можно прийти и снять с кем-то вместе видео Вы знаете, что коллаборации сейчас это набирают обороты, да, и многие соцсети сейчас это используют То есть снять вместе, это значит обменяться аудиторией, ну сделать что-то классное Чтобы стать частью всероссийского блогерского сообщества, барнаульцам достаточно оставить заявку на сайте продюсерского центра И пройти собеседование Ограничений по возрасту и тематике нет Любой начинающий или уже состоявшийся инфлюенсер может обратиться за профессиональной помощью команды Inside People А на этом у меня все, телефон нашей редакции 205 545 Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar До встречи!